приветствую вас на канале вот нам приехал Chevrolet Volt но уже не со стандартными проблемами по перепрограммированию блоков по обновлению прошивок а с проблемой неработающего блока ABS в автомобиле было две ошибки основных в общем-то ключевых которые из-за которых автомобиль к нам попал это неисправность правого датчика ABS был ошибочный сигнал там или как-то так звучал две ошибки были связаны с давлением в блоке ABS и что-то еще там было попытались откалибровать датчики но калибровку не прошло и усилитель ABS вообще перестал работать по всей видимости блок ABS был сильно изношен и не поддавался калибровке а старые калибровочные данные были удалены вследствие чего блок перестал работать вообще но это мое личное мнение и если у вас есть другая информация то поделитесь ей в комментариях под видео привезли нам другой блок бушный правда мы его сейчас подкинем на автомобиль и посмотрим будет работать или нет его тоже скорее всего нужно будет перепрограммировать по крайней мере новый точно надо программировать нужно ли бушный пока не знаю в общем сейчас поменяем его и будем смотреть что у нас дальше будет так и к сожалению обнаружил что здесь возле блока ABS стоит газовый редуктор вот его туда как-то засунули и теперь снять ряду снять блок ABS не знаю будет ли он мешаться там или нет в общем буду сейчас тогда пытаться добраться и спереди стоит еще газовый блок управления неожиданно увидеть на электромобиле как каковым является шевроле вольт а это по сути электромобиль с увеличенным пробегом увидеть установлено габа и как всегда как назло именно в том месте где куда нужно лезть и выполнять какие-либо работы редуктор похоже даже прикручен к блоку ABS в общем все да это конечно было нежданно вот стоит как раз фильтр map даже честно говоря не обратил на него внимание да оказывает дефицит эта машина у нас двенадцатого года и проблема с этими блоками их очень мало и их нужно ставить только номер в номер установил другой блок ABS залил тормозную жидкость сейчас прокачаю тормоза и можно будет выехать проехаться посмотреть как себя будет вести и заодно посмотрю пропал ли дефект который был с правым передним колесом когда пропадал импульс право переднего датчика ABS ну если не пропал тогда уже нужно будет менять ступицу либо импульсное колесо но надеюсь что проблем была в самом блоке ABS блок ABS установили практически номер в номер там только один номер отличался но в целом все остальное было абсолютно идентичная так прокачали тормоза сейчас выйдем проверим будет ли дефект по срабатыванию ABS который был первоначально напомню что он при медленном движении при нажатии тормоза сразу срабатывал ABS и по диагностике был пропадал сигнал на мгновение но пропадал в общем сейчас поставлю другой блок ABS сейчас проверим как работает сам ABS там дворников нет как работает сам ABS и заодно проверим будет ли этот дефект при срабатывании ABS когда не нужно вообще пропал на какой-то промежуток времени не на нажатии тормоза никак не влияет сейчас не пропадает она тормози а вот пропал короче там есть проблема по правой ступице цепь датчика вращения право переднего колеса высокая частота и ошибка получен неверный идентификатор иммобилайзера что блок ABS стоял на другой машине у нее другой иммобилайзер а вот вероятная причина почему у нас не работает ABS это вот такая шайбочка стоит которая одевается на привод и она по сути служит такой дистанционной шайбой и одевается она вот так вот и видимо когда до этого снимали ее или что-то снимали ставили непонятно это шайбочка перекосилась и отломалась и попала на него внутрь а попала на магнитное кольцо и вот результате этого и это проставочка вернее этот кусочек спокойно проходит под датчиком bs и он уже натерло свое место из-за этого идет вот такая вот и ситуация поэтому сейчас сниму и посмотрю будет ли заработали ABS не повредилась ли само это кольцо магнитное в идеале его конечно нужно менять но сейчас попробую отмыть его и посмотрим будет ли она работать отмыл импульсное колесо вроде никаких повреждений на нем нету есть такие царапинки но не по всей длине но будем надеяться что он ни на что не повлияет и поставили сюда новую шайбу сейчас соберу все в кучу и протестируем ушла ли проблема или нет возможно придется менять либо это импульсное колесо либо же ступицу сборе но естественно потом нужно будет заниматься с этой гранатой короче говоря будем пробовать дальше так что мы имеем после удаления этого огрызка не пропадает у нас сигнал сигнал у нас не пропадает а бэй сработала так ничего у нас на приборке не светится и этого эффекта не надо притормаживаешь касающие вот сейчас чуть-чуть касается педали назад ничего не отдает а бэй сработает и ошибка не загорается в общем то в принципе проблема решена здесь с импульсом у нас не пропадает ничего не происходит ошибка у нас так и не загорелась а б с у нас работает все отлично отрабатывает единственное что у нас будет гореть ошибка по ошибка по иммобилайзер потому что блока b стоит неродной вот получен неверный идентификатор иммобилайзера но ошибку она не высвечивает пробег кстати на автомобиле 195 тысяч девятьсот восемьдесят пять километров под недавним видео по ремонту батареи byd в комментариях писали что отел может некорректно отображать пробег при диагностике возможно это и так но на chevrolet вольт все абсолютно точно спасибо за внимание до скорой встречи на канале пока